Служение Слова Благодати представляет Программу «Библия говорит». На ваши вопросы отвечает пастор Алексей Коломийцев. Мир вам благословенный! В эфире программа «Библия говорит» и с вами Николай Пастухов и Алексей Коломийцев. Алексей Алексеевич, в первом послании к Коринфянам, 15 главе, апостол Павел опровергает идею, которая стала распространяться в церкви, что нет воскресения мертвых. Он приводит доказательства в пользу воскресения Христа и ряд аргументов перечисляет в пользу воскресения. И вот один из аргументов не совсем понятен. Я зачитаю. Это 1 Коринфянам, 15 глава, 29 стих. «Иначе что делают крестящиеся для мертвых? Если мертвые совсем не воскресают, то для чего и креститься для мертвых? Что это значит, креститься для мертвых?» Если бы я знал… Я бы точно тебе сказал, что это значит. Проблема в том, что я этого не знаю, и я не знаю тех людей, которые знают. Которые крестились для мертвых. Нет, которые знают, что это означает. Я знаю тех, кто крестится для мертвых сегодня, А вот тех, кто знает, что это такое, о чём говорит апостол Павел здесь, я не встречал ещё. В Библии есть несколько таких мест, которые были понятны, скорее всего, оригинальным получателям того или другого послания, той или другой книги, но непонятны сегодня. Непонятны, потому что нигде, ни в каких других местах Писания не приводится какой-либо информации. Как ты уже сказал, что это является частью общего аргумента апостола Павла о буквальной ценности физического воскресения. То есть, скорее всего, тогда появились люди, были люди, которые не верили в то, что верующие воскреснут вместе с Иисусом Христом, воскреснут в конце времён, воскреснут в теле. Скорее всего, были те, кто говорил только о духовном каком-то воскресении и так далее. И апостол приводит целый ряд аргументов, и он говорит, если мёртвые не воскресают, то и Христос не воскрес, а если Христос не воскрес, то тогда вся проповедь, всё христианство тщетно, оно не имеет основания. И вот наряду с разными другими аспектами, которые включены в эту главу, он приводит вот какой-то непонятный для нас аргумент. Говорит, иначе, что делают крестящиеся для мёртвых, если мёртвые не воскресают, то для чего и крестятся для мёртвых. Скорее всего, он ссылается на что-то, что имело место в то время. И вот это что-то для нас непонятно. Непонятно с нескольких сторон. Во-первых, Библия нигде, ни в каком другом месте не говорит о какой-либо практике, о какой-либо законной практике, чтобы кто-то крестился за кого-то или крестился для кого-то. Библия ясно говорит о том, что крещение является свидетельством спасающей веры. То есть, когда человек, он спасён по вере в Иисуса Христа, он свидетельствует о своей вере тем, кто его окружает, погружаясь в воду и восставая из воды. Это говорит о том, что он умер для прежней жизни, и он посвящает себя жизни новой, жизни в Иисусе Христе. Поэтому Писание нигде не допускает какого-либо варианта, когда человек принимает крещение за кого-то. Это личная вера, это личные свидетельства. Поэтому люди делают вывод, специалисты, которые изучают это, делают вывод, что возможно, что в то время существовала какая-то еретическая практика, когда люди крестились за тех, кто умер уже. И апостол Павел ссылается на эту практику, не одобряя саму практику, но говоря о том, что посмотри, вот эти люди, они верят в то, что будет воскресение тела, поэтому они и делают подобные вещи. Опять-таки, это предположение, которое не имеет никакого фактического, исторического, археологического какого-то основания. На основании вот этого довода или на основании вот этого очень неясного стиха появилась целая динаминация или, так скажем, целое псевдо-христианское движение, которое известно больше как «Мормоны» или они называют себя «Церковой Иисуса Христа святых и последних дней». Так вот, они вообще большую роль уделяют крещению, там это целая система, которая имеет очень большой сакральный смысл, сакраментальный смысл. И в их вероучении существует такое понятие, что если человек умер, а кто-то из живых за него примет сейчас крещение, то этот человек там становится спасенным в вечности. Вот почему они даже выкупают церковные книги, которых регистрировали раньше рожденных, или они выкупают архивы где-то, имена людей, для того, что и в этом они видят свою миссию спасать прежнее поколение. То есть, один человек может покреститься за тысячу каких-то разных людей, и вот этим вывести их из состояния погибели, в состояние спасения. Эта система, так скажем, очень детально разработана и представлена. У нее есть, конечно, одна существенная проблема. Она абсолютно ложная. Библия говорит о спасении совершенно иное. Она говорит о том, что спасение возможно только в результате личной веры. Ну, во-первых, веры, а не крещении. И, во-вторых, личной. То есть, не может кто-то за меня поверить для того, чтобы я был спасен. Вот такой ответ на этот вопрос. Если сказать коротко, то мы не знаем, и я не знаю людей, которые точно знают. Спасибо, Алексей Алексеевич. Слава Богу. Спасибо, друзья. На сегодня все. Благослови вас Бог. Больше узнать о том, что говорит Библия, можно на сайте www.слова.org Присылайте ваши вопросы на номер в Вайбер и Ватсап 1-360-977-2182 и на электронную почту radio.slова.org А также следите за новыми выпусками в социальных сетях Facebook, YouTube, Telegram, Twitter и ВКонтакте.